Сегодня президент побывал с инспекцией в Слободейском районе, проверил, как продвигается ремонт на объектах в райцентре, в селе Коротном и в Днестровске. Сто лет именно столько зданий амбулатории в селе Коротное. Небольшие помещения, высокие потолки. Здесь когда-то была земская школа. Приезжали школьники из села Незавертайловки и Глиное. В наше время амбулатория. И тут сейчас делают капремонт. Здесь уже падали стены, трещины. Потолок разваливался. Есть фотографии, потом для интереса можем показать дом. И на сегодняшний день это абсолютно другое здание. Поменяли котел и полностью отопление. Теперь ждать в своей очереди к терапевту пациенты будут в тепле. А вот попасть на прием к педиатру пока не получится. Нет специалиста. Об этом рассказали Вадиму Красносельскому. На сегодняшний день нет врача-педиатра, который закреплен конкретно за этой амбулаторией. Но, тем не менее, ждем молодого специалиста. Пока идет ремонт, прием больных ведется в одном из корпусов местной школы. До конца апреля медработники амбулатории рассчитывают вернуться в свои отремонтированные кабинеты. А это сердце, села Коротное, дом культуры. Здесь тоже побывал президент. Сюда ходят 75 детей. Работает секция настольного тенниза и кружок танцев. А в этом большом зале проходят все праздники. 8 марта, кстати, отметили в тепле. В прошлом году тут по фонду Копложений поменяли отопление и котельную. Зданию 53 года кровля подсекает. Портится потолок с лепниной. Вадим Красносельский предложил вариант решения проблемы. Тут я не вижу прям катастрофы, честно говоря. Я видел гораздо худшие варианты. На втором этаже катастрофа. Потолок, ну, вот этот центральный, честно, надо сохранить, конечно. Нет, ну, 100%. Все лепка, все лепка. Лепку сохранить. Потолок какой вы будете делать? Здесь можно и натяжной сделать. Вы знаете, как вы говорите. Ну, посмотрим, потому что сейчас затолим документы там, да, посмотрим будем. Здесь площадь позволяет. Натяжной потолок, он хороший и смотрится очень так. Президент посетил также строящийся летний кинотеатр в Слободеи. Показали ему и будущий двухэтажный спорткомплекс. Конечная точка – инспекция Днестровск. Тут по инициативе местных жителей при поддержке Молдавской ГРЭС планируют возвести храм. Работу рассчитывают закончить через три года.